всем привет приветствую вас канале золотого жука в очередном выпуске обзоров нашего чая и сегодня хочу вам презентовать очень интересный чаек под названием мао-ча лао-банжан ну то есть шенпуэр из лао-банжана чем он интересен у этого чая есть история это раз и это часть подтвержденной истории из последней своей поездки в китай я привез его сам лично на себе . в чемодане было очень интересное была очень интересная ситуация в китае потому что когда мы там были подбирали сырье для своих пуэров то есть для своей линейки нам предложили сказать ребят ну есть возможность ездить лао-банжан да там друг кореш сват брат да там имеет отношение к одной из делянок да как бы и имеет ну как бы есть возможность да там прокатиться мы поехали и очень интересная штука мы уже когда почти поднялись брали автомобиль с водителем на прокат да . бьюик такой минивэн мы когда подъехали чувак китаец который как бы нас пригласил горит не пацаны на этой машине туда не подниметесь бесполезно и короче последний участок небольшой ну там я не могу сказать по протяженности потому что я что-то там во времени потерялся мы ехали на пикапе при том я ехал в кузове пикапа с алексеем гранкиным вместе ехали в кузове пикап он все дело снимал и на эту тему должен будет выйти отдельный ролик да ну как бы это неважно теперь на самом деле про чай чем он интересен я когда попал в этот чайный сад когда его увидел я понял что же такое настоящий дикорастущий одичавший не дикорастущий одишь и одичавший старый чайный сад во первых деревья никто не обрезает во вторых буйство красок буйство зелени да это показатель того что никакие пестициды которые убивают всевозможных насекомых которые едят чайный лист не используются чтобы выловить всех этих чайных насекомых ну назовем их чайных . вредителей которые живут на растениях на деревьях и кушают листочек куча разных улавливают да там висят там желтые и синие листочки которые все это мушкару . мы съедали вот и по словам китайцев которые нашла пригласили деревья которые растут в этом месте именно вот именно в этом месте лав банджана начинаются 1200 лет то есть сбор осуществляется именно с гушу со старых деревьев возрастом 1200 лет высота над уровнем моря 1800 метров короче друзья мои чай совершенно но он он вот по моим меркам это пока что наверное один из лучших чаев которые я пробовал за не очень большое десяток лет свой опыт чаепития при всем при этом он молодой он молодой это 2009 19 год сбор весна притом мы забрали его последние четыре килограмма . китайцы были настолько любезны что уступили нам его по сходной цене и мы забрали последние четыре килограмма вкус аромат цвет выше всяких ческих подхвал похвал и что самое интересное выдерживает дичайшее количество пролива то есть для того чтобы выпить этот чай для того чтобы пролить до конца нужно постараться мое мнение что там из 5-8 грамм этого чая литров 5 готового напитка можно получить и сейчас будет небольшой как бы экскурс именно в то что он из себя представляет на проливах поехали сейчас как как наложим так наложим первое это конечно же будет промывочка да видите какой листочек совершенно чумовой листочек к листочку удалось его привести целом не помять купали специальный чемодан отдельный чемодан чтобы засунуть этот чай чтобы его ну там четыре килограмма этого чая размером со средний чемодан . его не уталкивали его не ломали постарались довести именно целый как красота красивая вот такая вот прям целый листочек ну и чайничек кстати сейчас покажу отдельно который мы используем для заваривания этого чая тоже стоит сказать о нем пару отдельных слов этого такой чайничек называется форма сиши красавица какая-то не помню но но это костяной фарфор очень классно видите он то он прям аж просвечивается изнутри поехали первое что сделаем это конечно же мы как обычно промоем то есть первое это будет промывочка слив у этого чайника кстати тоже очень достойный пусть чуть-чуть постоит цвет видите прозрачный без взвеси очень классный очень интересный но это промывка это мы еще не пьем это мы как обычно все делаю выливаем теперь то что касается запаха аромата весна травы цветущий лук лес летний настолько букет обширный что практически невозможно у меня по крайней мере не хватает слов чтобы его описать ну и конечно же сейчас мы его заварим немножко разочек или два прольем и посмотрим что он из себя представляет итак друзья в этом видочке мы немножко сократили количество пролива до . какое количество пролива осталось за кадром это получается где-то наверное пятый или шестой пролив сейчас я попробую вот такой вот у него получается развар . развар очень интересный и видно что лист целый ну и что из себя представляет чаек вот это вот 5 или 6 пролив увидите он не сильно отличается от промывочного теперь вкус слушайте я когда его попробовал первый раз я очень удивился удивился чему у него этого чая самая интересная нотка которая мне понравилась древесная горечь как я ее назвал но это древесная горечь абсолютно не противная она очень вкусная при том ты его пьешь проходит буквально вот небольшое количество время языка вволакивает сладостью настолько классный настолько действительно это интересный чай что есть понимание почему он столько стоит настолько внимательно к нему относится я когда видел как его как его хранят как его собирает как нему относятся сами китайцы да . у меня было понимание того почему он так ценится дать тоже интересная штука да там когда проезжали когда ехали именно в этот чайный сад проезжали другие чайные сады там принадлежащие крупным китайским брендом там вот все ровненько до . все ровненько обрезано все классно все хорошо а у них этого нет никогда спрашиваю а почему так чего не обрезаете там не ухаживайте горит нельзя если обрезать вкус чая меняется поэтому у этого чая совершенно уникальный совершенно классный вкус и те кто хочет поступ попробовать аутентичный лава банджан то есть старый банджан кто действительно . хочет понять что такое высококлассный шэмпуэр действительно высокого класса этот чай можно отнести однозначно коллекционно я себе грамм 200 чуть-чуть как бы отложил он у меня лежит мне интересно что с ним будет через год-два но это тот чай который практически сразу после сушки можно начинать пить он совершенно превосходный он совершенно уникальный я очень рад что мне удалось привести этот чай для вас всем мира добра любви тепла всем мир всем чай